Что ж, друзья, время новостей в городе 512. Так, готов, Миша? Первая новость. Бригадир, помощник мастера цеха по ремонту грузоподъемных механизмов и общестанционных систем, внимание, Южно-Украинская АЭС Дмитрий Ламейко, стал чемпионом мира по пауэрлифтингу. А все логично? Конечно! Все логично, это же, понимаешь... АЭС? Чемпион? Да, это на межатомном уровне просто человек стал чемпионом. Для того, что если что-нибудь произойдет, он мог это резко поднять и все исправить. Ну, может быть. А ты не подозреваешь, что могут быть какие-то влияния работы его? Какие-нибудь заряженные частички? А как зовут, напомни? Дмитрий Ламейко. Кличка Халк. Мне, кстати, кажется, что именно так его и называют. Итак, 24 ноября в городе Первомайске Николаевской области дорожники укладывали асфальт под проливным дождем. Очевидцы выложили видео, а это даже в YouTube. Указывается, что дорогу ремонтировали по улице Маршала Жукова, дождь шел второй час. При этом один из работников заявлял, что он не виноват, потому что привезли асфальт и дождь пошел. Он также оправдывался, что асфальтируют сухие участки, хотя на видео видно, что дождь не прекращается. Причем, смотри, прошел час, идет второй час, о, два часа дождь идет. Время настало, они уже, наверное, сухие. Да. На самом деле, просто эти работники, они романтики. Они романтики, они любят дождь и они, знаешь, очень нежно укладывают асфальт и вкладывают в это всю душу. Да, я думаю, что именно так и было. Поэтому неудивительно, почему у нас такие хорошие дороги. Я не знаю, где это, но я сейчас для себя укладываю асфальт. О, это новая, это рэп-песня новая. Скоро станет хитом. Вообще, жанр рэп-песни, это вот ты только что изобрела, это вот что-то новое. Это не шутки, мы укладывали асфальт в первом поиске. Для 31 маршрутки. Следующая новость. На прошлой неделе при осуществлении таможенного контроля оформления теплохода, который прибыл из порта Египта в рамках проведения операции рубеж 215, сотрудниками Николаевской таможни выявлено больше, чем задекларировано дизельного горючего и топливного мазута. Но это не столь важно. Самое интересное, что при дальнейшем осмотре судна в койоте капитана выявлено 30 блоков сигарет, из которых лишь один блок был должным образом задекларирован. Капитан судна настолько был уверен в своей безнаказанности, что даже не скрывал эти сигареты. А знаешь почему? На 400 тысяч гривен, кстати, сигарет. Он просто очень нервный человек. Очень нервный. И работа нервная. Следующий блок давайте. Собственно, и осталась половина от того, что было на самом деле. И поэтому он уже уверенно говорил, что я буду прятать. Я уже уверен. Он же не на торговлю ввел, это для личных нужен. А кофе там было? Нет, нет, нет. Как? Значит, придет следующий пароход, потому что какая сигаретка без хорошей чашечки кофе? Ну, может быть. Банк Латвии выпустил 24 ноября, как раз именно тогда, когда первомайские укладывали... Хороший кофе? Асфальт. Выпустил монету с пятью котами. Монета, достоинством 5 евро, сделана по мотивам сказки латышского автора Альберта Кроненберга. Пять котов. В сказке рассказывается про котов по имени Мурис, Нюрис, Инцин, Минцин и Пунццис, если я правильно все сказала. По-моему, сейчас пойдет у нас дождь. Ты какое-то заклязье прочитал. Мунцис, Пунцис. Мне кажется, вот один из работников тоже был латыш. Он говорит, дождя не было, участки сухие. Я проговорил, Мунцис, Пунцис. Ну смотри, классная монетка с котами. Там асфальт привезли на пять евро. Это потому что коты. Вот ты заметил, что тема котов навсегда популярна. Выкладываешь в социальных сетях там какой-то ролик про котов, там тысячу лайков. Вот. Теперь будут в социальные сети выкладывать монетки. Посмотрите, как крутится моя монетка. Как моя монетка играется с клубком. Это первая монета из сказочной серии. Сколько все будет изготовлено видов монет, пока не уточняется. Слушай, а вот я предлагаю в Украине тоже выпускать сказочную серию валюты и изображать там политика. Потому что это реальные тоже сказочные персонажи от того, что они творят. И вот реально у них суперспособности. Например, было одно количество денег, дали этому политику, их стало гораздо меньше. Просто исчезло. То есть, чем не сказочник. И называть их в соответствии с фамилией политика. Да, и вот, например, ему дали на изготовление монеты, допустим, монету номиналом в 100 гривен. Ему дали на это 100 гривен, но монета получилась всего лишь на 10. Как так? Сказочный персонаж. Хорошая идея. Еще одна новость. В сети набирает популярность снимок из Санкт-Петербурга, где водитель едет на автомобиле с бревном вместо заднего левого колеса. Фото было опубликовано в соцсети ВКонтакте и в сообществе ДТП и ЧП. Санкт-Петербург. Пользователь, который разместил снимок, отметил, что водитель необычного авто, ну, действительно необычного, как раз в тему сегодняшней программы, ехал... А, по-моему, все нормально, экологичный транспорт. Ехал со скоростью 50 км в час. То есть, ну, ехал уже 50 км в час. И все вокруг притормаживали и смотрели. В комментариях к фото некоторые пользователи предложили заправлять автомобиль дровами, а некоторые, наоборот, посочувствовали автомобилисту. Ну, как ты считаешь, что должно случиться вот так вот, чтобы водитель так скреативил? Ну, вот представь себе, у тебя там что с колесом? И ты вот смотришь, что бы... О, бревно! Мне кажется, покупка новой бензопилы, то есть, мега-качественная бензопила, она настолько качественно просто режет дерево, что можно вырезать колесо. Ну, или, например, я же говорю, это экологический транспорт. Он просто говорит, допустим, он приехал в лес, отошел ненадолго, возвращается на колесе, уже растут грибы, никуда не нужно ходить. А пятом? Почему нет? Может быть. Что ж, друзья, такие у нас были сегодня новости. Ну, а мы движемся дальше. Субтитры создавал DimaTorzok